такой тихий мирный поселок лисий нос и жители которые здесь обитают он даже не поселок м о муниципальном образовании тоже часть петербурга собственно здесь петербургская прописка туда дальше сестрореск где обитаю туда дальше петербург где обитаю и местные жители даже не догадываются какие здесь происходили события но не конкретно на этом месте а вот чуть чуть туда подальше ближе к берегу там где коса и собственно туда то мы сегодня и направляемся этот выпуск мы снимали еще весной и по дороге потеряли стабилизатор поэтому сорян пишите купи стабилизатор с ними очки и вынь руки из карманов старая заброшенная одноколейка которая ведет непонятно куда на самом деле очень даже понятно куда обычно раньше по ней доставляли на пляж с помощью паровичка отдыхающих но зимой когда не ходил либо полицейский пароход либо пароход кронштадтского военного ведомства по этой одноколейки на место казни доставляли государственных преступников и уголовников и собственно на это место мы сейчас и отправимся вот по этой вот дороге которая здесь она такая довольно приличная а дальше ну вы видите будет достаточно неприличная дорога очень романтичная она пролегает мимо довольно живописных мест как например вот эти несанкционированные свалки которые здесь по обеим сторонам этой трассы расположены ну вот благодарные потомки отмечают путь к голгофе о которой мы сегодня будем говорить чуть дальше обычно тут абсолютно безлюбно прошлый раз мы были вообще еще в апреле здесь была совершенно другая атмосфера гораздо ближе при гораздо ближе приближенное такое мастер слова кто и обстановке которой сегодня пойдет речь сегодня выходной день праздники поэтому тут народ отрывается ловит рыбу даже купаются и никто из них не догадываются на самом деле какие веселые события здесь происходили ранее но для того чтобы о них рассказать нам надо переместиться вот туда на самую конечность где ребята рыбку ловят мы стоим по солнцу и на самом деле даже не на конце этой самой косы конец ее еле-еле виден вот в ту сторону если перевести туда взгляд то мы ее попробуем рассмотреть единство что против солнца конечно плохо видно уходят туда кряжи это искусственно созданная территория дело в том что финский залив он очень мелкий именно поэтому здесь очень удобно было все фарватеры перекрывать фортами и чем воспользовались еще даже 18 веке с этого петр первый начал потом 19 веке это все усилилось ну и это очень сильно помогло даже во время великой отечественной войны ленинград с моря было не взять поэтому нужно было отводить отмель глубоко залив и именно на эту пристань и привозили летом осужденных дело в том что в 1906 году уже действовал законы о военно-полевых судах который был принят с подачи на самом деле не столыпина военного прокурора павлова который потом благополучно убили столыпин лишь только подписал этот указ и вот северо-западной военная окружную военный округ он на самом деле превышал территорию даже петербурга и губерния то есть сюда свозили не только политических но как я уже сказал уголовных преступников аж из новгорода из пскова и обычная здесь вот там вот располагался на самом деле пороховой склад который охранял специальный отряд до из кронштадта и была при инженерном ведомстве в кронштадте сформирована специальная такая палачевская команда казнь это целое мероприятие то есть во первых изначально не хотели чтобы заключенных не заключенных извините преступников расстреливали но во первых это оказывает деморализующий эффект на солдат они все-таки их натаскивают на то чтобы убивать во время боя да они выступают в качестве хладнокровных убийц пусть и приговоренных смертной казни тем не менее гражданского населения поэтому предпочитали вешать тем более виселица это более позорный акт так вот виселицу надо привести собрать потом разобрать и увести потому что если вы будете и оставлять здесь на долго она может испортиться ну и потом русский человек он как бы особенно в то время любил тащить все что плохо лежит далее нужен сам непосредственно палач то есть нужны плотники для сбора разбора этой виселицы нужен кузнец который бы расковал заключенных потому что их доставляют в кандалах эти кандалы потом нужно было отвести обратно допустим петропавловскую крепость и отдать под подпись расковать соответственно после этого что было необходимо повесить перед этим по идее заключенный должен исповедоваться причем ему нужно предоставить священника согласно его вероисповеданию то есть это мог быть не только православный батюшка но и соответственно и раввин и мула далее после того как это все произведено специально назначенный врач должен запротоколировать то что смерть наступила и после этого их нужно закопать то есть нужно еще несколько мужиков их было трое которые копали бы могилы то есть целая огромная процедура именно здесь были казнены герои рассказа андреева семи повешенных некоторые утверждают что нужно писать о семерых повешенных но дело в том что это название литературного произведения не я его придумал леонид андреев так написал там шла речь про северный летучий боевой отряд который предпринял несколько и удачных терактов и потом неудачных терактов например убить министра юстиции щегловитого у них не получилось проблема была в том что среди них было несколько девушек довольно молодых довольно симпатичных и это вызвало определенный резонанс в обществе и собственно леонидова который был знаком с одним из этих террористов еще до этого данная казнь подействовала очень серьезным образом и вот он написал это произведение где фактически сделал из этих ребят но настоящих героев и так далее то есть здесь мы опять сталкиваемся с отношением либеральной общественности к государственным преступникам к ним возможно было и сострадание и все такое прочее но если ты замышляешь преступления против государства то чего ты хочешь в ответ так вот они здесь были повешены далее здесь было повешено один из самых известных террористов девуляционных соколов по кличке медведь любовник фактически гражданский муж наталья климовой один из лидеров фракции социалистов максималистов именно они ограбили банк на и линке именно они сделали произвели один из самых известных эксов фонарном переулке когда была ограблена карета таможенного ведомства вот здесь он закончил свои дни ну и собственно к 1906 году когда трафик возрос люди которые непосредственно профессионально занимались казнями они немножечко вбунтовались произошло это в сентябре 2006 года потому что там были определенные расценки сначала стали вешать не по одному человеку а по два на виселице но когда стало совсем их много то не вот в ночь 24 на 25 сентября просто сказали нет мы не будем этого делать и и военные соответственно прапорщик и жандарский офицер ничего не могли с этим сделать они просто стали в позу и сказали нет ну тогда чтобы как-то ситуация разрешить команда непосредственно парохода взяла в руки лопаты закопала трупы и надо сказать что в дальнейшем этим работникам расценки действительно были повесены повышены но это не касалось арестанта номер 46 таким кодовым названием фигурировал непосредственно палач ему кстати платили по 100 рублей за голову то есть повешенного человека это было очень много история с тем как преступников назначали назначали палачами она не вчера родилась вот ему досталось он когда вернулся петропавловскую крепость комендант элис узнав о его поведении он его разжаловал и вообще отправил там архангельскую губернию вместо не шибко и такие теплые и вот с той стороны чуть левее там сейчас торчит одинаковая труба там собственно и располагались казармы этого крепостного кронштадтского полка охранявшие пороховой склад и в общем то потом уже особенно после убийства петра аркадьевича столыпина волна терроризма пошла на спад и в описаниях написано сказано что их привозили сюда вели вот по этой косе никаких деревьев естественно не было она была пустая то есть это сейчас вот такой но это не лес до поросль там была деревянная калитка и где-то чуть меньше версты вот туда в ту сторону происходила казнь и там где-то они все и захоронены то есть там собственно вот такое вот кладбище не домашних не животных где-то там лежат останки многих преступников и собственно может когда-нибудь кому-то придет в голову это место обнаружить но вот пока мы можем ориентироваться только примерно вот это такой достаточно они неизвестный факт на самом деле из истории нашего города а это город город петербург и как я уже сказал административно хотя в то время конечно это был глубокий пригород поэтому следите за моими анонсами здесь вряд ли я когда-нибудь экскурсию проведу только если в частном порядке а вот в городе петербурге москве некоторые другие городах россии и не только также европейских то пожалуйста обращайтесь все анонсы есть как у меня на сайте подписывайтесь на группу вконтакте на инстаграм с вами был павел перец комментарии туда увидимся пока